Более 5000 обращений поступило в управление Роспотребнадзора по Тверской области в прошлом году. Итоги и планы работы ведомства обсудили на расширенной коллегии. Участие в мероприятии приняла и наша съемочная группа. Участниками расширенной коллегии стали главный федеральный инспектор Тверской области Игорь Жуков, заместитель председателя правительства Тверской области Сергей Лежников и заместитель прокурора Тверской области Екатерина Косицына. Приветственный адрес сотрудникам ведомства направил губернатор Игорь Руденя. В наши дни управление Роспотребнадзора по Тверской области располагает мощным кадром и технологическим потенциалом. Неизменно добивается высоких показателей в деятельности. По итогам 2023 года вами достигнуты значимые успехи в обеспечении санитарно-педемиологического благополучия в регионе. Благодарю вас за профессионализм и преданность делу, за вклад в развитие Верхневолжья. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Руководитель управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов рассказал об основных результатах деятельности службы в прошлом году. В первую очередь речь шла об инфекционных заболеваниях. Их уровень снизился на 45%. Всего зарегистрировано 279 тысяч случаев различных инфекционных заболеваний. У нас есть снижение ОРВИ в 2023 году, но зато, обратите внимание, рост гриппа. Если он был в единичном случае, то в 2023 году на 31 декабря 1849 случаев гриппа. Причем грипп установлен. В основном это был H3N2. Следует отметить, что из этих 1849 случаев только 43 человека были привиты. То есть очень важно все же прививать людей от гриппа. Это еще раз подтверждает важность вакцинации. Больше всего в прошлом году жалоб от потребителей фиксировали в сфере розничной торговли. Предоставление услуг ЖКХ, качество продуктов питания и питьевой воды. Сотрудники ведомства участвуют в судебной защите прав потребителей. Так, сумма по удовлетворенным судебным искам в защиту прав потребителей составила более 30 миллионов рублей. Подали больше исков. И в защиту неопределенного круга потребителей подали уже один иск групповой. И выиграли его. И также заключение по делам. Везде есть рост. Один из основных приоритетов в деятельности управления — надзор за качеством питьевого водоснабжения. Около 30% воды в регионе все еще не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Основные факторы загрязнения — наличие железа и мутность воды. В принципе, у нас достигнуты показатели обеспеченности населения доброкачественной питьевой водой. Но при этом у нас еще высокий уровень воды не соответствует стандартам. Это связано с так называемыми природными факторами. И еще есть вторичное загрязнение воды из-за ветхости водозаборных водопроводных сооружений. Эта вода, может быть, не представляет прямую угрозу жизни и здоровью, но все же она не соответствует, и над этим надо с вами очень активно работать. Ключевым направлением работы управления в этом году станет развитие лабораторного обеспечения ведомства, активное участие в судебной защите прав потребителей, оптимизация процедур предоставления государственных услуг.